Всем добрейшего времени суток дорогие друзья. Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. В сегодняшнем воскресном выпуске новостей мы с вами посмотрим на новенькие Ryzen 4000, которые обзавелись очень крутой встроенной графикой. Также глянем немного на свежие подробности о новой архитектуре Rocket Lake S и поговорим немного о игровых новинках. Ну а перед тем как мы перейдем к самым свежим новостям за прошедшую неделю, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы точно не пропустить следующий выпуск новостей. А начать я хочу с процессоров Ryzen 4000, которые компания AMD официально анонсировала нам на этой неделе. Это все те же ноутбучные процессоры, выпущенные еще в начале года, только теперь под десктопный сокет AM4. В гибридных процессорах Ryzen 4000 используется тот же 7-нм кристалл, что и в мобильных сородичах. Он физически содержит 8 ядер Zen 2 с поддержкой SMT, 8 мегабайт кэша L3, двухканальный контроллер памяти DDR4-3200 и графический модуль на улучшенной архитектуре Vega. Главное отличие от мобильных APU заключается в выросшем TDP, благодаря чему настольные аналоги работают на более высоких частотах. Таким образом самые старшие модели с приставкой G имеют TDP 65 Вт, а модели с приставкой GE имеют 35 Вт. Что касается ядер процессоров, тут все по классике. Ryzen 7 получил 8 ядер из 16 потоков, Ryzen 5 6 ядер и 12 потоков, а Ryzen 3 классические 4 ядра и 8 потоков. А самая старшая модель Ryzen 7 4700G может буститься до 4,4 ГГц, а также имеет частоту встроенной графики больше, чем у своих младших братьев. Но не успели AMD выпустить свои новые процессоры на рынок, как уже один из китайских любителей железа протестировал инженерный образец AMD Ryzen 7 4700G в бенчмарках. Ему удалось разогнать встроенное графическое ядро до 2,4 ГГц и с оперативной памятью на частоте 4200 МГц он получил результаты схожие с дискретной видеокартой RX 460, которая до сих пор позволяет комфортно играть во многие онлайн проекты. Так что как и ожидалось производительность графики в новых стройках значительно выросла. И если вы не играете в ААА проекты, то уже можете задуматься о покупке 4700G, чтобы потом поставить туда дискретную видеокарту. А тем временем еще некоторые оверклокеры решили разогнать не графическое ядро, а сам процессор и оперативную память. У одних получилось выжать из новинки рекордные 5812 МГц. Правда такой разгон удалось сделать только под жидким азотом и в домашних условиях получить такую частоту мы точно не сможем. А вот другие ребята специально понизили частоту процессора и разогнали АЗУ до 6234 МГц с таймингами 24. По этим данным можно легко сделать вывод, что новые гибридные процессоры намного лучше работают с памятью и имеют неплохой разгонный потенциал. Однако AMD не сильно заропится выпускать их на рынок, чтобы не навредить продажам своей 3000 линейки камней. Поэтому пока что все эти процессоры можно приобрести только в цельном ПК, продажей которого занимаются партнеры AMD. Но и на этом новинки от AMD не заканчиваются. Красный гигант также анонсировал процессоры бюджетного сегмента или можно назвать их даже офисными. Это наследники от Lona 3000G, которые получили приставку Gold в названии. И это прямые конкуренты, новеньким пенькам от Intel. Процессоры получили меньшее энергопотребление и больший объем кэша в сравнении с интеловскими камнями. Конкретных тестов AMD нам не показали, но очень было бы интересно посмотреть, кто окажется победителем в офисном сегменте. Также AMD подготовили целый ряд новых камней с приставкой Pro, которые адресованы корпоративным заказчикам. Но какой-то кардинальной разницы в характеристиках с обычными камнями нету. Скорее всего это было сделано с целью привлечь больше внимания готовым решением своих партнеров, которые смогут хвастаться надписью Pro в названии. А тем временем в сети появилась информация о новеньких процессорах Rocket Lake S от компании Intel. Процессоры должны будут выйти в следующем году и принесут нам новую микроархитектуру ядер. Также Intel наконец-то завезет поддержку PCIe 4.0 и самое главное на этот раз сокет менять вам не придется. В документации к настольному компьютеру MSI тайваньский вендор указал, что он сможет принять на борт будущие процессоры Intel Rocket Lake S, чей номинал TDP не превышает 65 Вт. Основой такого десктопа выступает системная плата на бюджетном чипсете Intel H410. Из этого можно сделать вывод, что поддержкой Core 11 поколения обзаведутся все существующие платы на сокете 1200. Однако не стоит забывать, что биос обновить в любом случае придется. И еще не ясно, что будет с поддержкой именно PCIe 4.0. Возможно некоторые платы, особенно в дешевом сегменте, ее попросту не получат. Однако компания Gigabyte открыто заявила, что все их платы на Z490 чипсете готовы к поддержке PCIe 4.0. А вот в большинстве моделей от Asus отсутствуют ключевые компоненты для реализации поддержки более мощного слота. В общем, что и как у Intel будет с PCIe 4.0 покажет только время. Ну а компания Gigabyte на этой неделе не только заявила про поддержку PCIe 4.0 у своих плат, но и показала одну из топовых своих материнок с системой жидкостного охлаждения. Она получила название Z490 Aorus Master Water Force. Ее водоблок разработан специально для новой платы и контактирует не только с процессором, но и с элементами системы питания. В остальном же перед нами уже знакомая модель Gigabyte Z490 Aorus Master. Ну и следуя модным тенденциям, 120-мм вентиляторы и крышка водоблока оснащены светодиодной RGB-подсветкой. А из особенностей материнской платы можно выделить отличную систему питания, 2,5-гигабитный сетевой интерфейс, беспроводной модуль Wi-Fi 6, 3 разъема M.2 и готовность к PCIe 4.0. Рекомендуемая цена Gigabyte Z490 Aorus Master Water Force объявлена не была. Но учитывая, что обычную Z490 Aorus Master вендор оценил в 390 долларов, то за новую модель наверняка придется выложить не менее 550-600 долларов. А пока что хочется отметить еще одну интересную новость. На этой неделе стоимость акций тайваньской компании TSMC выросла до рекордного значения 66,4 доллара за одну ценную бумагу. Это привело к росту рыночной капитализации до 313 миллиардов долларов США. По этому параметру TSMC заняла первое место в мире среди других компаний, которые занимаются в сфере исследований, проектирования и производства полупроводниковых изделий. На данный момент TSMC находится выше других технологических гигантов, таких как Intel, Nvidia и Samsung. На данный момент тайваньский гигант уже освоил выпуск 5-нанометровых полупроводниковых пластин и обещает группно-серийное производство до конца этого года. А амбициозные планы развития включают пробный запуск 3-нанометрового техпроцесса уже в следующем году с началом массового производства во второй половине 2022 года. А нам с вами остается только порадоваться за производителя чипов большинства наших гаджетов и перейти к игровым новостям. В последние дни сразу несколько инсайдеров игровой индустрии заговорили о скором релизе приключенческого экшена God of War для персональных компьютеров. Что интересно, выход игры может состояться даже быстрее, чем могли бы ожидать фанаты, а именно в конце августа. Конечно же, ни разработчики Santa Monica Studio, ни Sony Interactive Entertainment не комментируют подобные слухи. Но было бы очень здорово побегать в бога войны на клавиатуре. А тем временем, одна из популярных игрушек Rocket League решила покинуть торговую площадку Steam. Уже в ближайшем будущем состоится релиз многопользовательской аркадной гонки Rocket League в цифровом магазине Epic Games Store. Вместе с этим игра перейдет на модель Free2Play и станет эксклюзивным проектом Epic Games. Возможности купить игру в Steam у пользователей больше не будет. Но владельцы купленной ранее версии смогут и далее играть в Steam. А в качестве компенсации купившим игру ранее будут начислены специальные статусы и уникальный игровой контент. А самой главной новинкой недели стала публикация геймплея переиздания первой части Мафии. Большую часть видео занимает некая миссия на ферме, где герои вступают в перестрелку с полицией, а потом скрываются от преследования. Графика в ролике не идеальная, но если вспомнить оригинальную игру, то сразу видно, какую огромную работу проделали создатели. В Mafia Definitive Edition будет обновлено буквально все, от движка игры и графики до пересъемки катсцен, звука и прочего. Также будут добавлены новые миссии, квесты и диалоги. А для реалистичной анимации лиц персонажей будет использована популярная технология захвата движений. А выйдет переиздание уже 25 сентября этого года. Ну и на этом новостной выпуск подходит к концу. Не забудьте поддержать эту рубрику лайком. А я хочу вам напомнить, что вы можете задать мне любой интересующий вас вопрос по сборке ПК в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok